Музыка Гул утих, я вышла на подмостки, и вы сегодня на подмостках. И начнем с такой комфортной темы, как детство. Ваше детство, и вы, вспоминая о нем, говорите много о маме, о таком быте, который вот хуторской, который повлиял, наверное, на то, что вы делаете в своей работе режиссера. В частности, вы вспоминали страшные сказки, какие-то страшные истории. Почему, как вам кажется, детей так увлекают страшные истории? Не знаю, по природе, значит, какой-то внутренний терроризм, что ли, появляется. Все опровергать, разрушать, все такое убийственное какое-то начало, сопротивление, наверное, тому миру, к которому ты пришел, пока ты его не овладел. Вот рабство, то, что ты принадлежишь кому-то, то ли маме, то ли природе, то ли обстоятельствам, то ли этому пространству, которые ты победишь, тебя примут, но начинаешь всегда с уничтожения. И, наверное, вот это совпало, все эти рассказы водяные, черти, домовые, мертвые вокруг, да, как они живали, как они, значит, коммуны жили мертвые, как они появляются, когда они появляются. Это все на чердаках, подвалах, значит, за стеной, дома, все эти звуки каких-то деревянных домов, они же все... Скрип какой-нибудь, где-то, кажется, что ходят. Скрип, да, звуки разные, да, ветер слышен, значит, ночь очень слышна. Вот это все неописуемая жажда страха. Через страх, наверное, человек и растет, но ему нужен страх. Видно, это сопротивление тому миру, я так сейчас понимаю. Но его, этого мальчика, уже нет. Осталось воспоминания, но они никак не связаны с эмоциональными, духовными, близкими, связи теряются. А это важно вовремя перейти из одного себя в другого себя? Потому что ведь очень многие люди, они тащат за собой очень много вещей, которые уже не соответствуют им нынешним совсем. Это, конечно, через какие-то события, жизненные события. Это происходит... Мы, может быть, не связываем события буквально с изменением себя. Но они влияют, они важны очень. Ты воспринимаешь, должно сказать, благодарю за какой-то новый виток в жизни. А то, что было, попрощаться, попрощаться красиво. Что же? Это было, это было. Как бы ни страшно, или там неудобно, или жизнь некомфортно, не сложилось, но никак я не представлял, что это надо как-то переносить или же сожалеть. Это другие люди, и благодарен, что они во мне были. А вот тем Римасом, которым вы сейчас являетесь, вы когда стали? То есть вот этот Римас, вот такой, какой сейчас, он сколько уже лет существует? Наверное, лет восемь где-то так. Я сейчас, как бы, таком отправился в путешествие, наверное, восемь лет тому назад, в какое-то путешествие по какой-то галактике, которая ни дома, ни... нету ни земли, ни родины, ни ландшафта твоего где-то, твоя душа была, и ты носишь, вот это ощущение земли всегда, она остается, все меняется, ты изменился, ты другой. Но вот эта земля, она преследует запахи, виды, ощущения, вкусовые, они вот это, что остается. А теперь я нахожусь в каком-то полете, куда-то лечу, не знаю куда. А что это было восемь лет назад? Вы говорите, обычно с событием, с каким-то связанным, что запустило вас в этот полет? Ничего не сделано, когда ты понимаешь уже, критическое, может, возраст, понимаешь, что уже ничего не изменишь, разочаровываешься, хватаешься за мечты, пропадает желание, и ты находишь счастье в том, благополучие, какое-то счастье в том, что тебя покинули желания, и ты становишься счастливым человеком, желаний нет. То есть порог какой-то смерти. Я одного актера, когда мы создали театр, и некоторые актеры из старшего поколения пришли в Малый Вильнюсский театр ко мне, случилась беда. Один из актеров тяжело заболел, и ему сказали, и он знал, что у него раковая опухоль. Я думал навестить, ощущение было, что я, может, ведь не застану или опоздаю. Я приехал, он рассказывал очень подробно то, что ему непривычно, ну, замкнут был человек, сдержанный, он рассказывал свои ощущения, что с ним происходит, что с ним врачи делают, приезжают. Ну вот, вышли на террасу, была весна, и я как-то отважился спросить, «Не страшно ли вам?» На это он ответил. «Знаете, я любил, да, вот, там, а ты, не знаю, программу «Время», «Новости» смотреть. «Не хочу». «Не хочу». «Газеты, там, сюда, не хочу». «Водить машину» очень любил он. «Значит, не хочу». «В театр?» «Не хочу». «Прогуляться, попытаться где-то меня вывезти, что природу?» «Не хочу». Так вот, не страшно, ответил он на это. Значит, природа помогает человеку, обрезает все желания, все привязанности. Это же и слово имеющее одну и ту же этимологию, да? Так, отсекает, красиво отсекает, отсекает, ты же не покидать весь желание, ничего не хочешь, и ты уходишь с миром, и с улыбкой, и благодарностью уходишь с жизни. Так вот, наверное, это какое-то, какое-то отмирание, какие-то отвязания были уже у меня там, вот, говорю, 8 лет тому назад, что уже ничего не произошло, ничего не вышло, и надо смириться, и надо с этим жить, и находить счастье, может быть, в земле, в саду, в огороде, мастерить мебель, с деревом работать. Вообще наслаждаться вот этим. Вот это меня. Это стало потом, выросло какое-то событие внутреннее, которое взрывало, и вместо того, чтобы на земле, я какой-то взлетел, что-то меня вкинуло, взлетело, и я непонятно, куда лечу. Что есть вы тогда, что остается, вот когда вот идет вот это обрезание постепенное, да, всех желаний, привязанностей, что там в глубине? Вы, наверное, уже начали как-то докапываться до вот этой сути? Это боль, сочувствие, жалко. И, может быть, поначалу себя, потом эта жалость переносит к людям, и не обязательно к родственникам, близким, к человеку. Вот в «Дяди Ване» это чувство, которое просто вот тебя берет, вот поставленный вами спектакль в Театре Вахтангова, тебя берет вот так вот за сердце весь спектакль. Вот эта музыка, вот то, что он появляется в этой соломе, я думаю, это тоже вот как-то вот он весь такой. Эти башмаки на «Соне». Дядя Ваня, вы сказали, что это автобиографическая в чем-то вещь, что вы вот в «Соне» тоже где-то вашу маму вспоминали. А что в «Соне» от вашей мамы? Вот она плачет все время, например, то есть вот все время такое у нее немножко надрыв какой-то. Ну-ка, вздохи такое. Мама всегда вздыхала. Вдохнись, слышишь ты. В другой комнате или там где-то. Постоянно вот этот вздох. О чем ты вздыхаешь, мама? О чем вздыхать? Вот это то, что она отвечала на эти вздохи, ну, забота обычная. А как сложится ему жизнь, а как этому сыну, то есть моему брату младшему, а как старшему. И все время она находила, и эта потребность была натуральная, о чем-то заботиться, переживать. Но какие-то вздохи еще было, какие-то вздохи, которые, вот, я хорошо это слышу, другие еще про себя, про жизнь. Вздохи, которые хотелось бы расшифровать, хотел я его поставить, этот вздох, поставить реально, ощутить вот эту материальность этого вздоха, это мамины вздохи. Звуки, вот, всегда они, они вечны, они, все уходит, все исчезает, все тлеется, все умирает. Вот звуки, вот они остаются вечны. Все они существуют, они приобретают, они, как нервная точка, она приходит с одного человека к другому человеку. От дяди Вани к Астрову, от Астрова к Елене, вот, они же, мы же в одной территории, в одной земле, в одной судьбе, и знаем, чем это закончится. Но надо пройти этот круг жизни, пройти, понимая, и вот, улавливая эти вздохи, звуки, смех, шелест платья, ход часов, все это надо превратить в игру, пусть она это будет, может, драматическая, может быть, сложная, но всегда через игру, всегда через ощущение театра. Вот это ощущение театра, вы очень здорово объяснили, когда говорили о литовском чуде, в очередной раз театральном, да, вы, Некрошус, ну, можно перечислять, да, Карбаускес, Камугинкас, это уже, прежде всего, Коршуновас, который в Александринском театре ставят, и в Европе тоже. И вы, говоря о литовском чуде, очень точный вообще-то дали анамнез, вот эта жизнь на хуторе, когда ты далеко от всего, вот есть несколько соседей, семья и все, собственно. То есть вот эти несколько человек, которых нужно, они и становятся всем твоим миром, и фактически жизнь сама по себе превращается в театр. Это ритуал и есть, даже когда мы просто говорим друг другу «добрый вечер», мы уже играем в какую-то игру. Шекспир, мне кажется, гораздо в более прямом смысле имел в виду, что жизнь есть театр, чем то, что принято вкладывать. Ну, это сказал поэт французский Рансар, еще в 14 веке, просто Шекспиру, наверное, понравилось это, и он переложил на свой лад, сказал, весь мир театром, мы все актеры в нем, всевышняя судьба распределяет роли, и небеса следят за нашей игрой. Не обязательно знать, ощущать весь мир, обнять, а достаточно, да, деревень, деревни, где вот все персонажи, как у Чехова, как у Островского, то есть все в одной деревне. Они, как бы сказать, стали общим театром, такими персонажами, и они всегда играли, и они жили всегда с дистанцией к себе, к соседу, но бывает, что уничтожается в человеке вот эта дистанция, это от событий, это драматические или трагические события, когда разрушается, и ты теряешь дистанцию к себе, теряешь игру, и взрывается как-то реальность. На секунду, на две, а вот эти три секунды, пять, становятся всем произведением драматического искусства, да, на три часа растягивается. Вот мир, мир очень большой, но в большом, такое маленькое, такое уютное, такое хорошее, где все рядом с любовью и смерти, и жизни, и старости. И я попал в этот жизненный театр, которого я и не вышел, только мне надо было это все перенести язык, придать какую-то форму театральности, игры, и придать, и их сделать вечными, вечными, и самому поверить им, что они святые, они вечные, святые, и вот привлечь, потом только остается, как бы, переложить это на труппу, на актеров. А обратно, из театра в жизнь, то есть это же взаимный такой процесс. Вот, например, вы как-то, когда вас спрашивали о конфликте в театре Вахтангова, куда вы пришли, артисты не сразу приняли, особенно, конечно, замечательно смотреть за разрешением этого конфликта, когда видишь «Пристань», где они все вам аплодируют, и все в полном восторге от тех ролей, которым они играют. Причем «Пристань» – это в этом смысле удивительный спектакль. Они, каждый, играют свою роль в том отрывке, который вы им выбрали, и одновременно каждый из них играет себя в общем спектакле про Вахтанговский театр. Вот вы ответили, что в этом конфликте вы работали с ним по законам драматургии. Сама жизнь уже заложена в драматургии. Как бы мы носители, мы не творцы, мы не создаем конфликт, мы просто носители, у нас пыль космическая, мы ее воспринимаем, она посылает нам всегда. Всевышний распределяет роли. Да, Всевышний распределяет роли, не я. Так что в этом смысле мне легче попытки меняться, изменять. Думаю, что это так педагогическая больше задача, чем театр. Я думаю, что в том облике, в том святом облике, который он родился, принес актер и существует, то его надо беречь. Надо отказываться от борьбы, от конфликта. Я стал бороться, знаете, счастье желать, добиваться счастья, добиваться чего-то. От всего хочу отказаться. А воспринять этот дар Божий, вот эту жизнь, драматургию в жизни, ее надо только ощутить, ее понять теперь и привнести в сцену с актером. И опять вернуться в жизнь. А почему люди сами себя ограничивают в том, чтобы быть кем угодно? Кто останавливает? Вот даже есть изумительная сцена в «Дяди Ване», когда они собираются играть на пианино, и видно, что вот сейчас у них какой-то порыв жить наконец-то, стряхнуть, они эту пыль стряхивают с этого пианино, они садятся за него. И вот ты чувствуешь, что сейчас будет, кстати, вы говорили о звуке, что сейчас раздастся звук жизни, когда они начнут играть. И посылают к профессору, узнают, не возражает ли он против этой игры, и Соня приходит с ответом и говорит «Нельзя!» И все, и нет этого звука жизни. Да, есть «нельзя!» слово. Но это же слово, это можно, можно слушать, можно, если и нельзя, для этого воображения, для этого воля, для этого опыт, для этого память. Все можно. Сознание несет в себе такую информацию огромную, которое способно творить и потому пробуждать сознание актера, человека, чтобы это зритель, мы говорим, отдыхать, не отдыхать, что он пришел, мучим мы его. Нет, его надо, надо, чтобы он тоже работал, тогда он отдохнет. Те события, которые могли бы быть с тобой, но они не произошли, но они становятся уже к тебе. Если они могли бы быть, и ты их понимаешь, значит, они и существуют. Значит, попробовать их прожить, эти события, или отказаться, или же дотронуться, понять и обойти. И вот тогда это возникает, не знаю, подарок и праздник жизни которого место театра. В этом смысле удивительно, вот вы сейчас думаете на Евгении Монегина много, и поразительно, когда читаешь сцену дуэли, как описывает Пушкин. Это такое понимание природы глупости дуэли, какой-то бред, который над человеком вдруг, какая-то аберрация, какая-то совершенно непонятно, как нормальный человек идет, своего приятеля, он потрясающе, там это описывает Пушкин, Евгений Монегин. И когда ты это читаешь, невозможно поверить, что человек, который это написал, не просто прочитал, он написал это, он это все прочувствовал, и он погиб на дуэли. Как это возможно? Что это с нами? Что это за сила, которая нам застилает глаза? Ты сам себе враг, и там себе друг. И, да здравствует такой, как у Чехова, случай. Все случай, как так же стреляет. И Ваня, профессора, и жизнь прошла. Все это как-то Чехов вычитал, я что... Зачем они кричатся? Жизнь прошла, кончилась, вот у меня там столько-то лет, Шопенгауэр был, я могу быть Достоевским, то есть мы играем всегда. Ну, это понятно, потому что природа театра, и природа актерская, и режиссерская природа, ну вот здесь кульминацию сделать, вот здесь сервать, вот здесь метать там страсти, всем удобно, всем хорошо, и естественно... Но зачем кричать? Это господин случай, это так случайно шло, так и в нашей жизни случайно. Все это надо называть случаем, не событием. Если на сцене мы можем это называть, рабочий момент, это событие, чтобы мы осознали, а потом это вернуться к случаю. Так вот, наверное, и в Евгении Онегине это случай, не более, но хотя это убийство элементарное. Мы под дуэлью как-то мы... Забываем, что это убийство. Значит, где-то заложено, что-то уже понятно, значит, в красоте, значит, в женщине, значит, в этом компании, в этом деревне, в этом мире, в этой природе. Значит, уже есть, преследует нас факт убийства, он рядом. Как человек его воспринимет, обойдет ли, поймет ли, или используется. Не обвиняя, я думаю, не осуждая, и не судя, и не без суда, и надо это понять. Но как человек... Абсурд. Как человек... Абсурд. Это точное слово. Это существование. Как человек катится в этот абсурд? Вот вы ставили много произведений, ну, несколько, по крайней мере, в которых роль вот этого фатума, который выражается в абсурде. Почему? Ну, потому что есть в жизни 26 драматургических ситуаций, их больше нету. Если 27-я появится, наверное, это будет событие мирового значения в литературе, в драматургии. Ну, а эти 26, и они существуют, и человек в этих 26, и 6, то 9-й поживет, то 18-й, то 25-й, то 1-й. И это моделяция, моделяция жизни, моделяция жизни, больше ничего. Но человек не может в какой-то момент остановиться и сказать себе, так, 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 так. Да, может. Это 17-й сюжет. Да, может, но... Пожалуй, я пойду в 8-й. Да, может. Потому что 17-й, мы знаем, чем закончится. Может, но всё равно вернётся и... Может, но всё равно вернётся и возьмёт пистолет. Отложит этот момент. Может. Он это осознает, знает, понимает. Но он не может отказаться от того, что он создан для исполнения вот такой именно роли в жизни. Мы должны выполнять то, что предсказано, то, что неизбежно, и мы только думаем, что меняем историю, или меняет за нас кто-то. И это очень прекрасно. Ни власти нет, а... Я, как и моя мама, когда она была вынуждена по любви отказаться от православия... Она приняла католичество ради вашего отца. ...из-за любви, чтобы выйти замуж. И вот так она потеряла веру и... И прошла, ну, и не католическую. И она... Она потом говорит, а я верю в космического Бога. Он есть. Значит, я могу только понять, что это разум. Вот он и есть наш Бог. Разум. Я его верю в это то, что... Я понимал потом уже, значит, понимать слова матери. Или... А для вас это что? Вы с мамой согласны, или вы как-то иначе это увидели? Нет. Я только... Только... Понимаю, что надо... Надо играть и жить небесам, и... И вот этому космическому Богу, этом разуму, скажем. Разуму служить. Это разум. В нем все есть. И вот сопротивляться, как возможно, вот этой... Какой-то... Ну, самое-самое, что я не могу... Это... Как-то безкультуре невежество. Вот это... Красоту надо предо... Ну, недавно я вчера буквально поблагодарил господина Тетеля за приглашение поставить оперу Аида Верди. Ну, то что... Это кто-то лучше сделает, чем я могу, но... И я тоже не могу, так сказать. Пошутил я вот в камуфляже. Мы сейчас оденем на камуфляже. Тут же мусульманы, арабские страны. Сегодня события. Тут Израиль рядом. Тут вот она война. Вот она вечный конфликт. Вот Восток. Вот Бог и так далее. Ну, как бы сказать, преступление, не преступление. А вот это невежество и есть, когда человек... Берут как хозяева и так называемые трактовки, или там как-то она называет решениями, так-то. А кто будет человека решать, трактовать, кто его будет? Мы-то решаем, мы трактуем. Вот тогда появляются вот эти от невежества попытки осовременить по поводу Шекспира, по поводу Чехова. Прям по поводу тогда. Либо есть, либо нет. Либо бери, либо сам пиши, либо уходи из территории искусства. Зачем это все подобие? Что-то мы подобное делаем только. Только не себя. Так прячемся, так подставляем через себя другого, так сказать. Никак не придем к чистой совести, спокойствию. И вот ты как есть. Сейчас же актеры тоже ходят, они уже... Вот первый шаг на сцене, и ты видишь, что за человек. Сегодня очень много нужно человеческой дозации, дозы человека. Это если говорили раньше, что человек, хороший человек, это не профессия. Так сейчас оно становится главным... Более того, вы даже говорите о том, что актер уже не актер, а человек. Человек. А почему так выросла, на ваш взгляд, роль именно самого материала, самого человека, того, что внутри него? Нужна честность и честь, честность, большой опасность. Они уже как бы так покинули нас, и мы их предали. Вот, скажите, пожалуйста, вот эта вся плеяда драматургов, вампилов, розов, арбузов, какая честная драматургия. Оказалось, при такой очень жесткой и искривленной нашей жизни политической системе, ну, какая честная драматургия. Сколько там боли, сколько там судеб разных интересных. Вот, в этой ситуации не было ни актуализации, ни решений тетротрактовки. Вот на этом, на этом, на Эпрос, на этом Юрий Петрович, на каких-то честных произведениях, на свою честь. Театр есть, это, театр есть, какая честь человеческого, человека, стоимость. Вообще, как вы сказали о красоте. Вот, в принципе, ведь можно где-то поставить равенство между красотой и честью. Потому что, ведь говорят же даже, некрасивый поступок, когда поступок бесчестный. Или, например, если мы вспоминаем Шекспира, да, небеса следят за нашей игрой. Если небеса следят за нашей игрой, то им хочется получать удовольствие, да, от этой пьесы, которую они видят. То есть, играть надо красиво, по-разному можно, но красиво это должно быть. И в этом смысле... В этом, да, красивый человек, мы говорим, хороший человек, красивый спектакльный. Так я спектакль должен говорить о театре. Хороший театр, красивый театр, хороший спектакль, красивый театр. Это не подразумевается, что там кружева какие-то, там цветочки, там музыка красивая, и всё. Наоборот, может быть, обратная сторона дивана, как у вас. Потому что люди красивые, они красиво живут, они понимают трагизм, они понимают выбор, они всегда существуют выбор, но они не поддаются конфликту. Они отрицают конфликт, но их, конечно, он должен поступить иначе, он не сможет, он не сможет дальше нарушить всю историческую нашу жизнь. Он должен это поступить. И вот в этом его сомнениях, в выборах, в этом его красота, в этом честность, и в честности есть театр. И то, что делают в пристани наши корифеи, вот эта честность, вот эта красота человеческого человека. Человека, красота человека. Тогда уже и возраст не важен, и сколько лет, и это, их и жизнь продолжает, и нашу продолжает жизнь. Евгений Онигин, который сейчас вас занимает, почему он? Такой простой вопрос, хотя можно, наверное, попробовать даже отыскивать истоки в вашей любви к Андрею Балконскому, потому что, как ни странно, я вот много вижу параллелей между этими двумя людьми, хоть и разные у них судьбы. Вы в молодости очень любили Андрея Балконского, даже подражать ему как-то пытались. Да, подражал, всегда проживал, любой там герой, который как-то повлиял, он всегда, всегда жил там неделю-три дня, и может быть две недели, так ходил, так пытался одеваться, так, ну, это признаки только, но главное ухватить внутренние его достоинства, внутренние качества, которые жили, которые я тоже благодарен, и, конечно, стыдно было, как бы так, не перед собой, но стыдно, что это можно бы заметить кто-то, кого-то он изображает, кого-то подражает ему, это мне было нужно очень. Представляете, как вы по литовскому хутору ходили походкой Андрея Балконского, наверное, это было занятно наблюдать. Это все можно, и все находил, и тротуары, и парки, не было ничего, но все находил, воображение, и в осознание, потому что оно создавало, и ты находился, проживал интересные дни, недели, а потом что-то разрушилось, не потому что оно отошло, или надоело, или ты уже не можешь, но что-то взразбивало, что-то я прощался, искал нового героя, он появлялся, и не только в литературе, или в кино, или в живописной, и в жизни. Я Эфросу подражал, даже работал как Эфрос, и ходил как Эфросу, и мыслил как Эфросу. А сейчас вас кто-то так вдохновляет? То есть вот сейчас есть какой-то персонаж или реальный человек, который вас вот ведет? Нет, нет. Не потому что он не перестает меня мир удивлять, он удивляет, только я начал интересоваться, и прошу актеров поинтересоваться наукой, интересоваться очень наукой, надо какими-то открытиями, познанием, ну, это не надо изучить, может быть, это неспособно и не надо, но все время следить, все время удивлять, то, что можем еще удивлять друг друга, это, конечно, духовностью нашу, нашей чистотой, нашей честностью, нашими человеческими ценностями. А вот этому придает очень жадность и желание наукой интересоваться. И это удивляет, это соединяет меня, эти открытия с человеком, с язычеством, с началом человека. Да, конечно, а ведь ответы их можно везде. Мы просто, там, творческие люди, режиссеры, например, артисты, они привыкли искать вот в этой зоне ответы на вопросы. А иногда можно пойти и найти в учебнике по алгебре все те же самые ответы, что в Чехове или Шекспире. Евгений Онегин. Ой, у меня нет каких-то предрассудков, но очень осторожно к этому отношусь, не потому, что это, ну, скажем, там, это Марина Онегин, это шедевры, это литературы русской. Но, как это рассказать, я пока нахожусь в таком более, может быть, интуитивном, чувственном сферах. Но красота, красота произведения, простота его, его юмор, его понимание, его улыбка такая добрая, значит, она, ну, она просится быть. Как на уровне сейчас понимания, отчасти интуиции, чувствительности, чувственности, должно быть веселое место. Ну, если говорить о пространстве, где происходит, должно происходить. Это довольно веселое место. Красиво, но не очень связано. Да, и это должны мы как-то уже, может быть, не Евгения Онегина играть, не Татьяну играть там, по возрасту. Но думаю, что мы, моего возраста или помладше чуть-чуть, я его поводил бы. То есть я не играл бы его, но я его провел бы. Кто понимает вечность, кто понимает то, что уже прошло, кто по ним, кто любил, кто недолюбил, вот они могут рассказать, рассказать Евгения Онегина. Ну, вот что значит, кто любил, кто недолюбил? Вот, не знаю, там, Завиченков любил, Симонов любил, или еще, еще есть надежда, есть любители. Вот, любили все, наверное, я верю, что они любили, они живут, у них дети по любви, от любви. Вот что мы расскажем, что мы расскажем. Ну, такой, может быть, семейный, семейный такой спектакль, нужно быть. Такой, там, где весело, там, где хорошо. Ну, вот это нелепое, нелепое убийство, пока все это переворачивает, где могли бы состояться наши желания, мечты. Но все время что-то подвешено, как эта угроза, как и есть, как в жизни, как в драматургии. Все время это имеет конец, все это, и неблагоприятный конец, нехороший, некрасивый, случай некрасивый. Мы попытаемся избежать этого. Ну, я знаю, что не удастся, но попытаемся избежать. Вот это, наверное, такая цель – обойти, попытаться жизнь обмануть. Не поесть, не поиграть, то обмануть, создать иллюзию. Но до конца должен использовать человек все мотивы, чтобы этого не делать. Но потом придется это делать. В этом, наверное, вот приходится, в этом и драма, в этом трагедия. И тут неизбежно, и тут опять повторим свои исторические ошибки каждой своей жизни. И, ну, не будем, не будем обижаться, а сожалеть будем, сочувствовать, наверное, должны и будем самим себе. Своим, не Онегину, не Татьяне, может быть, не Ленскому, не Ольге, а самому себе, как бы так. Чтобы Господь Бог нам улыбнулся и просил наш, вы только дети, исполняющие своей жизни, свою роль и в жизни, и на сцене. И я понимаю вас. Приходите быстрее ко мне. Мы там продолжим беседу о личности, о красоте. И в этом находить надо некую такую радость. Поэтому, кстати, Чехов и называл комедиями. Да, да, потому что жалко человека ему. Что-то мечтает, какое-то счастье добивает, любви добивает вечно. Боже мой, ну не будет этой любви. Смешно. Счастье нет, не должно быть, как он говорит. Ну не должно. Надо понять одно. Только что счастье, оно есть. Оно существует. Так как Господь Бог. Оно есть существует. Ну не... Если тебя она не посетила. Если она у тебя, скажем, ну а если ты не встретил счастье, если... Ну что ж поделать. Ну не надо. Ну надо только быть счастливым от того, что оно есть. Оно существует. Оно существует. Ну, радуйся, что твой близкий или вообще человек, который крикнул, я счастлив, вот он, пожалей его, пойми, поздравь, но пожалей, что он счастлив. Субтитры подогнал «Симон»